Музыка Любая классная вещь, любое место или событие состоит из десятка мелочей И если эти мелочи выверены на 100% круто, то и самое место, мероприятие или вещь будет действительно крутой Вот Саровская ривьера это то самое место, где все сошлось как надо Здесь действительно крутые дома для того, чтобы в них жить Здесь действительно замечательные газоны, которые поливают и подстригают чуть ли не каждый день Здесь действительно есть под окном река, которая закована в восхитительные габионы Ай, красотень! Вот все-таки габионы это классно, я не побоюсь этого слова Действительно здорово, река вот сразу приобретает какой-то законченный вид Такой строгий, нордический я бы даже сказал, здорово И однажды проезжая по мосту здесь, задался таким вопросом Думаю, ну все-таки для чего же создается габионы, а самое главное как это делается И начал искать пути, как же выяснить это все И тут я понял, есть же программа, которая называется «Дело по плечу» Программа, в которой мы выясняем, как создаются предметы И как работают специалисты в той или иной профессии Сказано, сделано! Сегодня мы отправляемся в район поймы Рекисате, чтобы выяснить, как создаются габионы А самое главное, зачем это делается? Пойдемте! Рассказывать мне сегодня о работе, о профессии, о призвании габионщика будет мне Владимир Здравствуйте, Владимир! Добрый день! Как правильно называется ваша профессия? Потому что я ее называю, грубо говоря, специалист по габионам или габионщикам Как правильно она называется? Ну, правильно и есть Габионщик? Да, просто габионщик Владимир, расскажите мне, пожалуйста, технологию создания Потому что в городе это вещь достаточно новая, редко встречающаяся Ну, а вы, походу, самый главный специалист С чего начнем? Пойдемте, пойдемте Покажу с самого начала Ничего, что мы тут прям с вами идем? Нет, нет, это ничего Отлично Главное, если не гнуть Это важно? Да, да, да Рассказывайте, с чего же начинается создание габионов на берегу? Ну, в начале формируется вот площадка Вот она То есть эта техника проходит просто выравнивая? Да, техника, да Ну, выравнивается, отбивает нивелиром После того, как площадка под будущий габион выровнена, первым слоем идет так называемый геотекстиль Я, как и большинство людей, с ним никогда не сталкивался и поэтому постарался досконально выяснить все про этот материал Оказывается, это синтетическая ткань, которая используется не только при создании габионов, но еще и при строительстве дорог и в других сферах благоустройства У этого материала очень хорошие показатели прочности и эластичности А применяется геотекстиль для армирования в дренажных конструкциях и для разделения грунтов Располагаясь на этом материале, габионы всегда будут ровные и не просевшие Все надежно и на очень, очень, очень долгий срок Такая ткань не поддается воздействию к коррозии и загниванию Есть ли информация, сколько камней в килограммах, в тоннах помещается вот в одну маленькую секцию? В одной, это самое, 1,38 куба Короче, почти полтора куба камня здесь А камень какой используется? Это какой-то особенный или можно накопать в дворе там в городе? Нет, нет, тут туда используется только бутовый камень, бутовый Бутовый, да Вот сейчас его завозят с Рософской области, камень Шахтинский Здесь все понятно, пойдемте дальше смотреть А мужчины будут работать, вдруг им надо, а мы их тут отвлекаем Ну, в общем, собственно говоря, вот это и называется Где-то называют это подушкой, где-то это называют постелью, где-то это называют матрасом Это та самая основа, которая стоит под габионами Ну, как фундамент Это как фундамент у дома Да, 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 фундамент Наполняют его вот таким вот интересным камнем Камень просто так найти невозможно Его специально везут из карьеры, копают этот камень В одной такой сетке почти полтора куба Полтора куба, да Владимир, есть ли в вашей работе, в работе габионщика Какая-то, знаете, вот какая-то импровизация Какое-то творчество, что-то, я не знаю То есть можно ли сказать, что это какая-то творческая работа Мы делаем лицо на габионах На, вот на крайнем На этом, он с полтора метра становится И там такие вот ложим, вылаживаем лицо Чтобы оно было не такое Все-таки творчество-то присутствует Ну, есть, чуть-чуть есть А вот мне интересно, я просто хожу, смотрю, вот эти вот камни Особенно, если он разбит, то есть не целый То есть он весь вот блестит красиво Это, скорее всего, вкрапление кварца Какие камни самые красивые вы находили? Есть вот это такое, чем вот хочется Ну, я находил камушек с золотыми вкрапинками Как слезы такие вот И золотые, да Очень ценный камень А где вы нашли его? Мы работали в 2014 году на... Там вот, да, возле домов? На той стороне, где вот дома То есть, можно сказать, в Сарове камни нашли золото Это было в 2014 году Вот настолько богатый у нас город, друзья Золото есть даже в камнях Да, да, да Нету, нету золота А так хотелось найти Ну что, мы с вами посмотрели, что такое подушка Теперь мы пришли к тому самому главному Вот это основа под габион Вот эти сетки Именно будут наполняться камнями И вода будет стоять примерно в половину Это будет рисунок вот здесь вот Когда уберется деревянная Да, да, да Убирается щит Щит у деревянная Уберется И вот здесь полностью будет А с той стороны будут его прижимать А тут все улаживается Да, да, да Тут идет подсыпка И улаживается все так вот То есть, весь этот куб Сколько в кубе объем? Это куб Куб камня? Да, куб камня И за сколько вы закладываете один куб? Сколько человека часов, дней, недель Уходит на заполнение одного куба? Два куба в день Два куба в день? Да, каждый Пришло то самое время в нашей программе Когда мы смотрим мастер-класс от профессионала Поехали! А вот это, дорогие друзья, называется лицо Лицо То есть, не только то, что мы будем видеть картинку Вот этот камень называется лицо Он узкий И хорошо друг к другу стыкуется Не вровень, конечно Но хорошо стыкуется Именно такую картинку Видят все те, кто будут потом путешествовать Плавать на реке На своих лодочках Вот как проверить качество габиона? Ну, оно же видно Как вот То есть По работе По лицевой стороне, да? Конечно, конечно И то главное, чтобы лицо было Ну, не идеальное, а такое Красивое Оно должно быть естественное Конечно, конечно Правильно? И чтобы И скорость соответственно Чтобы была Та набережная Вдоль Саровской ривьеры Которая так полюбилась Жителям города Это только малая часть того Что будет В будущем Ее длина составит Целых 3 километра И тянуться она будет От Красного дома До самой плотины Это сейчас На этом месте Находится строительная площадка Совсем скоро Здесь будет Набережная Длиной 3 километра Представляете Какое-то замечательное место Для того, чтобы Побегать поутру 3 километра в одну сторону 3 километра в другую сторону Как раз для меня Давно хотел похудеть А значит это будет Не только идеальное место Для прогулок Но и прекрасно Импровизированный Беговой стадион Бежишь себе Река Свежий воздух Эх Красотень И кстати На протяжении всех Этих 3 километров Будут и брусчатка И удобные лавочки И уникальное Для нашего города Уличное освещение Ну и конечно же Габионы Дух захватывает От этой масштабности Владимир Вот это я так понимаю Уже все готово К приему Ну грубо говоря Воды из реки Да-да Когда это все было сделано За сколько это все было сделано Потому что отсюда Прям длина невероятная 200 метров Всего 200 метров За конца 200 метров И сколько ушло времени Для того чтобы Сделать 200 метров Под все От нуля до конца За 3 недели За 3 недели сделали Сколько у вас? Пятеро? Шесть Шесть человек За 3 недели Сделали 200 метров Габионы Дотошный зритель Всегда может сказать Ну и зачем нам эти габионы? Можно же было сделать Бетонную набережную И быстрее И дешевле И я с ним соглашусь Да быстрее Да дешевле Причем в два раза Но в случае с застройкой В районе поймы реки Садис Строители не гонятся За тем что Быстрее и дешевле Выбирая метод благоустройства Габионами Застройщик руководствовался В первую очередь Эстетическими соображениями И долговечностью конструкции Бетонная набережная В условиях постоянной влаги И перепады температур Быстро приобретет Ну грустный вид Габионы же будут радовать Своим видом Не только нас и наших детей Мне кажется Даже внуки и правнуки Будут говорить спасибо За великолепное место Для прогулок и свиданий Если я решу сменить работу С телевидения И уйти в габионщики Возьмите меня к себе в бригаду Добро пожаловать Приходите Мы вас научим Два дня поучитесь Как ученик И дело вам будет по плечу Спасибо вам большое Владимир За эту экскурсию Легбез Да не за что И новые знания Спасибо Это было круто Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому